Детское радио представляет Живой уголок Сделать мини-зоопарк живой уголок Сделать мини-зоопарк живой уголок Здравствуйте, мои юные друзья. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения и теперь рассказываю тебе интересные и полезные истории о них. Хочешь, начнем с одной смешной. Хотя для одного человека она казалась совсем даже не смешной, а очень неприятной. Дело было давно, лет 20 назад. Зашел я как-то в гости к одному знакомому кактусисту. Так называют тех, кто коллекционирует кактусы. Мой знакомый обладал тогда одной из самых больших коллекций кактусов в Московской области. У него их были сотни, сотни и сотни. Лохматые, колючие и совсем лысые без единой иголочки. Огромные, как арбузы. И крошечные с горошину. Вдруг в углу оранжереи я заметил огромную катку. И в ней сидел гигантский круглый кактус величиной с надувной мяч, какими на пляже играют дети. Колючки толстые, острые, крепкие как гвозди. Но кактус был весь иссечен страшными шрамами. Создавалось впечатление, что его собрали по кусочкам, как пазлы. А потом эти кусочки кое-как срослись. Я не мог не поинтересоваться, откуда взялся этот странный колючий коллега. И хозяин поведал мне печальную историю. Раньше рос этот кактус в оранжереи ботанического сада. Но тут случилось электрику. Менять перегоревшие лампочки под потолком. На беду лестница оказалась очень шаткой. Несчастный монтер не удержал равновесия. Полетел вниз и приземлился прямо на гигантские колючки. Уж не знаю, чем бедолага порубил в сердцах ни в чем не повинное растение. Да только известно мне, что мой знакомый нашел на задворках сада то, что осталось от кактуса. Он забрал пострадавший цветок домой. Выходил его. Вылечил. А это очень трудно было. Ведь только с виду кактус кажется бессмертным, как кощей. На самом деле даже небольшая ранка может загнить и привести к гибели растения. А неловко оторванный при пересадке корешок послужит причиной долгой болезни. Сегодня мы с тобой поговорим о том, как правильно пересадить кактус. Первое, что тебе следует знать, кактусы живут не только в пустыне. Поэтому их все-таки поливают. Причем летом довольно часто. Осенью полив сокращают, а зимой почти не поливают. А теперь внимание. Если ты решил пересадить кактус, то перед этим недели две его нельзя поливать. Догадываешься почему? Вспомни, что я говорил про неловко оторванный корешок. Если земля сухая и рассыпчатая, то мы легко освободим не только толстые корни, но и тоненькие ниточки. И ничего не повредим. Ой, я чуть не забыл главное. Нам придется не раз браться рукой за колючую головку кактуса. Чтобы не уколоться, надо прибегнуть к хитрости. А вариантов несколько. Первый. Оберни кактус полоской плотной бумаги. Склей длинные выступающие концы вместе. И получится такая плоская ручка. За нее можно держаться двумя пальцами. Второй вариант. Наколи с двух противоположных сторон на колючке два куска пенопласта. Величиной с резиновой эластики. И держись за них. Третий. Если колючки редкие и толстые, обмотай тело кактуса толстой веревкой, чтобы витки ложились между большими колючими бугорками. Получится клубок, который удобно брать в руки. Теперь держимся за голову кактуса. И извлекаем осторожно из горшка весь ком земли. Потом освобождаем корневую систему от земли. Так, а где же приготовленная свежая почва и новый горшок? Нет, вот этот не подойдет категорически. Слишком большой. Дай вон тот поменьше. Если мы пересадим наш кактус в слишком большую емкость, то он будет гораздо медленнее расти и больше болеть. Корни не заполнят все пространство. Земля начнет загнивать от избытка сырости и появятся болезни. Ты ведь тоже можешь заболеть, если будешь ходить с мокрыми ногами и сидеть в луже. Чтобы влага не застаивалась, на дно нового горшка насыпаем слой камешков. Толщины в твои два пальца вполне хватит. Но перед этим прикроем дырочку на дне горшка черепком. Можно обломком старого горшка, выпуклым горбом вверх. Это чтобы через отверстие вода проходила, а камешки не высыпались. В новую почву я добавил немного извести. Знаешь почему? Кактусу нужен кальций. У нас из кальция состоят кости и зубы, а у кактуса костей и зубов нет. Поэтому что он из кальция строит? Правильно, колючки. Причем чем больше колючек, тем больше цветку необходим кальций. Где его брать? Да он повсюду. На латинском языке calx. Называли известь, мел, мрамор. Вот там-то везде и есть кальций. А еще один очень важный момент. Как ты думаешь, где у кактуса шея? Правильно, под головой, над корнями. Это называется корнишейка. А она не должна быть глубоко под землей. Ее нужно лишь чуть-чуть прикрыть почвой. Иначе кактус будет плохо расти, болеть. А то и совсем умрет. Ну вот и пересадили. Теперь цветок нельзя поливать еще недельку. А что делать потом? Как правильно за ним ухаживать? Мы с тобой еще поговорим. Да, и убери его от света. Пусть пока постоит в темном углу. До скорой встречи. Живой уголок